всем привет подойдем из видео у меня запросили как сделать ограничение скорости как в игре там мафия да вот определенно я в интернете этого вида вообще даже не нашел никаких объяснений но предварительно я примерно придумал как это сделать хотя тут есть некоторые нюансы здесь у нас на begin play мы как раз таки установим наш event необходимый да на тик мы не будем вешать потому что это одна из самых так скажем жирущих вещей но представьте да вот это все вешать на тик это просто убийственно хотя здесь мы тоже можем ограничивать какие-то допустим значения там каждые две миллисекунды обрабатывать и так далее но это уже небольшие нюансы давайте поставим сюда таймер by event это как раз таки что нам необходимо вызовем кастомэвент напишем это название speed limit то есть мы ограничиваем скорость время каждого срабатывания после запуска можем выставить 0 1 миллисекунда примерно я думаю достаточно но если что можно поднять лопинг обязательно до чтобы проверку повторялось у нас каждый раз теперь если вы вспомним скорость мы получается как преобразовывали из анриловских в официальное да так скажем умножением на 0,36 тысяч на в данном случае нам наоборот чтобы ограничить на определенной скорости нам нужно разделить данную часть давайте просто скопируем вот это точнее нам не это надо разделить но с этим надо сравнивать возьмем создадим допустим переменную это у нас speed limit в смысле переменная да сделаем ее load давайте ее сразу откроем чтобы на автомобиле мы могли вот так взять тыкнуть допустим да и здесь она у нас появилась среди тех переменных для этого надо скопилить то есть мы вот здесь как раз таки можем выставить необходимое значение ну давайте выставим 40 километров в час примерно можем конечно и здесь прописать если необходимо но там более-менее удобнее для настроек допустим большого количества автомобилей теперь то что у нас это переменная есть да давайте мы ее как раз таки разделим на наше значение которые преобразовывает из так скажем андрейлов ских назначений наши до километров и измени часто в километры час и так далее теперь мы получается сравниваем скорость вперед мы делаем больше если вот эта часть больше чем вот эта часть которую мы ограничили да то мы выполняем действие после бранча если быть короче то мы берем наш ручник и если она реально больше становится мы дергаем ручник на какое-то время он у нас заклинивает то есть образно да если она меньше то есть скорости то соответственно мы снимаем ручник то есть это буквально некоторые миллисекунды все срабатывает но бывает и в секунды зависимости уже какая у вас стоит скорость представим что у нас 40 километров в час да вот все это уже готовые блупринт здесь мы выставили делаем полностью сохранения и запускаем заводим автомобиль сейчас у нас получается скорость не должна превышать ну 40-50 ну там по-разному из-за того что я настраивала неправильно вот спидометр да у нас может быть чуть чуть больше показывать ну да вот 42 примерно показывает где-то то есть смотрите ручник у меня установлен на задней на заднем колесе и она крутится у нас гораздо меньше и даже видно как она тормозит то есть у вас настройка колес вот да у вас два колеса есть каких-то ну может быть вы 4 выставляли да я сделал всего лишь два обязательно должна стоять affected by handbrake то есть галочка да где-то на одном из колеса либо на передних либо на задних все уже зависит как стоит у меня стоит на заднем на переднем у меня такой галочки нету но я могу и нажать на переднюю сохранить запустим давать и поедем у нас и передние и задние будет тормозить чтобы не превышала скорость но смотрите есть небольшой нюанс если вы ограничите скорость давайте выставим на автомобиле скорость допустим 20 км в час то это прям жесть будет видно но в данном случае конечно не особо видно но да есть такие небольшие подергивания как бы колеса пытается крутиться крутиться но скорость не может превыситься и вот так вот можно ограничить для автомобиля скорость передвижения есть конечно еще другой вариант да это переключение передач но такое такое себе то есть вот это я думаю будет самое верное значение потому что если вы будете переключать передачи вам необходимо очень большой blueprint которым вы будете определять текущую передачу там на какую надо переключить в зависимости от скорости короче это очень глобально и бессмысленно хотя вот это очень действующая и быстро устанавливаемая часть а на этом все в общем пишите в комментариях поняли вы это или нет до скорой встречи всем пока 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 я